Приветствую вас на очередном уроке в нашем тренинг-центре. Этот урок посвящен, наверное, самому популярному сервису по созданию графических изображений для социальных сетей. Поговорим о сервисе Canva. Однозначно нет ни одного хорошего тренинга по социальным сетям, в котором бы не рассказывалось об этом замечательном сервисе. Чем же этот сервис так хорош? Почему колоссальное количество людей, которые продвигают себя в социальных сетях, пользуются вот этим сервисом? Сервис позволяет реализовать три очень важных момента. Первое. Даже человек, не обладающий никакими навыками дизайнера, не умеющий работать ни с какими графическими программами типа Photoshop и подобным, может создать профессиональный дизайн для своей странички в социальной сети. Второй момент. Canva позволяет создавать дизайны картинки очень быстро. Вы не тратите на это колоссальное какое-то время. И, конечно, третий очень важный момент. Canva позволяет создать дизайны, четко соответствующие формату той социальной сети, в котором будете публиковать эту картинку. С помощью Canva вы можете избежать тех основных ошибок, которые допускаются при публикации картинок в социальных сетях. Первая типичная ошибка. Мы просто фотографию, которую сделали на телефон, без всякой обработки, публикуем в своей социальной сети. Потому что у нас нет времени на обработку этой фотографии. Либо мы не знаем, как это обрабатывает. А Canva позволяет даже тем, кто не знает, и тем, у кого нет времени, быстро получить очень красивый профессиональный дизайн. И вторая основная ошибка. Это размещать в социальных сетях фотографии, не соответствующие размеру и ориентации. Но наиболее часто это видишь в Инстаграм. Там, где на стене требуется размещать квадратные изображения, а люди почему-то пытаются туда всунуть горизонтально либо вертикально расположенную картинку. И смотрится это очень убого. На Ютубе, опять же, когда мы делаем значок для видео, если картинка не соответствует размеру, Ютуб начинает дополнять эту картинку черными полосами. Что тоже свидетельствует о том, что человек, который создавал эту картинку, не совсем в теме графики для Ютуба. Если мы пользуемся Canva, все эти ошибки мы просто решаем на раз. Для того, чтобы начать пользоваться Canva, необходимо пройти бесплатную регистрацию. Сервис вообще-то бесплатный, но у него есть и платная составляющая, которая открывает просто доступ ко всем шаблонам, которые есть в этом сервисе. Но я вам покажу, как из любого платного шаблона сделать абсолютно бесплатный и прекрасно им пользоваться. Вот так вот выглядит главная страничка Canva. Зарегистрироваться в Canva можно либо через Facebook, либо используя аккаунт Google. Но можно пойти по классической схеме, что я вам советую, это зарегистрироваться через почту. Придумайте имя, введите электронный адрес, придумайте пароль, получите письмо на свой почтовый ящик, подтвердите его, и у вас будет нормальный, ни к чему не привязанный аккаунт именно в сервисе Canva. Создав логин и пароль для сервиса, с главной странички нажмите кнопочку «Войти» и войдите в свой аккаунт. Я вот вошел уже в свой аккаунт, которым я пользуюсь. Вот так вот он выглядит. Здесь можно увидеть последние картинки, которые создавал я для своих социальных сетей. Пролистав страничку, вы можете увидеть, для каких тематик позволяет Canva создавать шабло картинки. И если вам какая-то картинка с главной странички, здесь они просто крупнее понравились, вы можете на нее щелкнуть и на основе вот этой картинки создать свою собственную. В Canva есть два варианта работы. Это когда вы создаете дизайн с нуля, с чистого листа, и когда вы создаете на основе имеющегося шаблона. Я вам всем на первом этапе буду рекомендовать не создавать с чистого листа, потому что на это будет требоваться чуть больше времени и нужно иметь четкое понимание, что вы хотите получить. Плюс, конечно, здесь уже потребуется навык, но если не дизайнера, то человека, который понимает, что он хочет сделать. Поэтому наш вариант это взять уже готовый шаблон и никаким образом не коверку этот шаблон, а что значит коверка, я сейчас покажу, а создать свою картинку. Например, я хочу создавать картинку для YouTube. В принципе, я могу вот здесь вот в поиске написать YouTube, либо могу вот здесь вот нажать на дизайн, на нужный мне формат. Меня интересуют миниатюры для YouTube. Но если вы будете создавать публикации, то вот все, что вы делали последний раз, тот шаблон, который выбирали, он у вас будет вот в самом верху. Но опять же, строка поиска открыта, можете здесь написать Facebook или там Instagram лента, или там Instagram Stories и так далее. Канва вам найдет уже готовый шаблон под нужную вам тематику. Я выбираю миниатюры для YouTube. В отдельной вкладочке, обратите внимание, вот здесь у меня главная страничка, вот у меня открылась отдельная вкладка для создания именно миниатюры для YouTube. Канва вам показывает последние сделанные вами миниатюры, разбивает миниатюры по каким-то тематикам. Но можно опуститься вот чуть ниже, выбрать все результаты и начинать искать себе готовый шаблон. Как нужно искать шаблон? На что нужно обращать внимание? Нужно обратить внимание не на саму картинку, она легко поменяется, даже не на сам текст, а вот именно на сочетание текста и картинки. Как у вас расположен текст и картинка, и как много его? Конечно, желательно сразу же создавать такие картинки, в которых текста не больше 30%. Это как бы рекомендация вам наперед, особенно если вы займетесь платной рекламой. По большому счету, картинка должна делать только одну задачу. Привлекать внимание вашего потенциального клиента. То есть, каждая картинка, каждый значок должен нести какую-то эмоцию, давить на какую-то боль вашего клиента. Все, чему вы научились при создании продающих постов, все ваши знания вашей целевой аудитории, вы можете применять вот здесь, создавая свою картинку. То есть, вы должны понимать, что хотят увидеть ваши потенциальные клиенты, что им сейчас нужно. И вот эта вот боль, вот эту вот проблему, либо вот самое важное, что цепляет клиента, нужно пытаться отобразить в вашем графическом значке. Ну, мне лично очень нравятся вот такие вот шаблоны, какая-то фоновая картинка, четкий, понятный текст. Ну, например, я выбрал вот такую картинку. А лучше я сейчас вам выберу картинку, которая является платной. А платная картинка, вот если вы наводите на значок, на бесплатных появляется слово «без», а на платных этого не появляется. Вот смотрите, я вот выбрал сейчас платный шаблон. Почему он платный? То, что этот шаблон является платным, об этом говорит вот такой перечеркнутый в клеточку фон. И если я захочу эту картинку скачать, картинку скачать себе на компьютер, для того, чтобы использовать ее в своих социальных сетях, а делается, нажимая на кнопочку «Скачать», видите, меня просят один доллар США заплатить, чтобы получить вот такую картинку. Мы сейчас легко и просто обойдем это ограничение. Но вначале выбрали шаблон, который будем использовать для своей публикации. Первое требование. Не изменяйте принципиально шаблон. Что это значит? Не надо менять размер шрифта, цвет шрифта, расположение шрифта по вашей публикации. И если вы будете менять картинку фоновую, а в нашем случае это делать придется обязательно, потому что это платная картинка, опять же подбирайте картинку такого же цвета, с таким же изображением, «Желательно». И тогда не исковеркайте профессионально сделанный дизайн. Если мы начинаем что-то по-своему изменять, а все это можно делать, то чаще всего мы получаем совершенно что-то другое. И практически всегда, особенно на первом этапе, получившийся результат нельзя назвать профессиональной сделанной картинкой. Значит, как поменять шрифт? Просто щелкаем на шрифт, он у нас обводится, вот видите, в такую рамочку. Выполняем еще двукратный щелчок здесь. Можем сделать что? Можем, прижимая левую клавишу, выбрать весь этот текст и начинать писать свой. Либо можно выбрать одно слово и начинать писать свое. Если я пишу по-английски, видите, размер шрифта, его начертания абсолютно не меняется. Но если я захочу написать что-то по-русски, то у меня уже получается совершенно другой шрифт. Объясняется это очень просто. Большинство шрифтов, которые используют Canva, они не имеют русских шрифтов. Как решить эту проблему? Выделяем текст, где у меня принципиально поменялся шрифт. Открываем список шрифтов и начинаем искать шрифт, который похож на шрифт в оригинальном шаблоне. Но с моей точки зрения достаточно похож вот этот. Да, близко, толстенький такой, нормальненький шрифт. Но шрифт я поменял, но текст у меня уехал, то есть разъехался, потому что очень большого размера. Опять же, выделяю фрагмент текста, который я хочу поменять. Открываю размер шрифта. Если вы пользовались Word, ничего нового вам сейчас не рассказываю. И выбираем чуть поменьше. Вот мой результат. VivaStars обучающая платформа. Если я захочу свой текст немножко подвинуть по картинке, навожу на прямоугольник с текстом, прижимаю левую клавишу и начинаю его вот таким вот образом перемещать. Перемещая шрифт, Canva, точно так же, как и Photoshop, начинает делать мне направляющие, чтобы я мог его правильно расположить. Сейчас у меня получается что? Что текст, конечно, очень большой. И он закрывает мою бегущую девушку. Поэтому я сделаю следующее. Еще немножко уменьшу шрифт и даже немножко уменьшу VivaStars. Хотя вот это, конечно, я делаю, наверное, зря. Видите, поменял размер, и уже мой шаблон стал смотреться немного по-другому. Не так, как в оригинале. Конечно, какие-то фрагменты можно удалять. То есть, выбирать то, что вам не надо. Нажимать клавишу Delete, и элемент будет удаляться. В моем случае удалилась картинка. Если что-то удалили неверно, нажимаете Отменить и возвращаем удаленный фрагмент на место. Главное, правильно выделить удаляемый фрагмент, чтобы он у вас был обведен вот такой вот рамочкой. Но, как я уже говорил, не надо ничего удалять. Нужно править шаблон и оставлять его в оригинале. Ну, это мой такой совет. Здесь я напишу, что... Ну, вот так. Благодаря вот этим направляющим можно немножко сжимать, немножко увеличивать размер текста. Итак, со шрифтом, с расположением шрифта разобрались. Хотя, опять же, если вы работаете в Word, ничего нового по работе со шрифта я вам не рассказал. Ну, кроме, может быть, вот этого эффекта, когда размер можно менять, уменьшая, либо увеличивая размер области, в которой этот текст написан. То есть, не используя вот шрифт и размер шрифта. Эта функция вот взята прям в чистую из Photoshop. Итак, со шрифтом мы разобрались. Теперь, что нужно сделать с картинкой. Причем вот с этой картинкой, которая платная. Я должен найти картинку, которая соответствует или похожа вот на то, что у меня сейчас есть. Это самый оптимальный вариант. Под словом «похоже», что я подразумеваю? Главное, чтобы бились цвета. Потому что если я сейчас возьму картинку совершенно другой цветовой гамме, я просто поломаю свой шаблон. И вот как я это делал? Очень просто. Я открывал Яндекс, в поиске Яндекса писал, в моем случае я писал «Бегущая девушка в фиолетовой майке». Переходил на картинки и искал картинку. Во-первых, можно здесь выбрать ориентацию. Мне нужна была горизонтальная картинка, чтобы не отвлекаться на другие. Вот картинки, которые мне нашел Яндекс. Листаю, ищу картинку, которая похожа на мою. Вот, в принципе, картинка похожа на мою. Но я даже находил картинку один в один. Вот. Обратите внимание, это, наверное, не наверное, а та же самая девушка, у которой просто немного поменяли фон. А вот вообще та же картинка, как у меня в платном шаблоне. Обратите внимание, вот эта картинка, и вот я ее нашел. Что я делаю? Я просто беру эту картинку, сохраняю найденную, нажимаю «Сохранить». Картинка сохранена на диск моего компьютера. Возвращаюсь в канву, выбираю действие «Загрузка». Вот у меня уже загруженные картинки ранее. Нажимаю «Загрузить изображение» и ищу, куда я ее сохранил. Вот она моя загруженная картинка. Нажимаю «Открыть». Она загружается в мой личный кабинет в канва. Теперь мне нужно просто заменить картинки. Делается это очень просто. Выбираю картинку, прижимаю левую клавишу на картинку и начинаю ее буксировать. Вот как только она у меня появляется фоном на моем изображении, я просто отпускаю левую клавишу мышки. Все. Вот сейчас, обратите внимание, я из платного шаблона сделал абсолютно бесплатной. То есть, теперь, если я нажму на кнопочку «Скачать», никаких денег от меня не потребуется. То есть, вот таким вот образом любой шаблон, который вам предлагает канва, можно из платного сделать абсолютно бесплатно. Что еще можно делать с загруженной картинкой? Вот я сейчас щелкну на картинку, вот она мне обвелась в рамочку. Можно, как в Инстаграм, включать различные эффекты. Эффектов тут очень много, но я вам рекомендую это делать только в одном случае, если вы создаете картинку, если вы создаете изображение с нуля. Ломать готовый шаблон я вам не рекомендую. Ну и, конечно, большинство из этих эффектов, они подключаются на платном тарифе. Кроме эффектов, есть фильтры. Ну, фильтры это вообще просто, элементарно, щелкаем на какой-то фильтр и мы же смотрим, как наша картинка просто сразу на глазах у вас меняется, видите. Опять же, не рекомендую это делать, если вы создаете свое изображение на каком-то уже готовом, профессионально сделанном шаблоне. Очень хорошая вещь, которая называется настроить. Настроить это, вместо вот этих готовых фильтров, вы можете, двигая ползуночки, менять характеристики цветовой палитры своей картинки. Вот это действие приходится делать довольно часто, для того, чтобы как-то притемнить, либо, например, засветлить фон, чтобы картинка не забивала ваш текст. Очень полезное действие, я вам рекомендую им пользоваться. И еще есть полезное действие, которое называется обрезать. Это действие позволяет вам растянуть вашу картинку, подвигать эту картинку по вашему будущему изображению и получить шаблон, ну, несколько уже с другой ориентацией. Видите, я взял, сделал девушку чуть-чуть побольше. В оригинале это было вот так. Действие отразить делает вот такой вот эффект. Вот, в принципе, все основные действия, которые вам нужно научиться делать в конве. И основная идея, пожалуйста, не коверкайте исходный шаблон. Старайтесь сохранить шаблон так, как он был. Нажимаю на кнопку «Скачать», выбираю еще раз «Скачать» и готовая картинка загружается на мой компьютер в папку «Загрузки». Вот она у меня появилась. Вот это готовая картиночка. Даже лучше, чем я делал вчера. Вчера я делал вот такую. Я вам еще размещу несколько ссылок на сервисы, из которых вы можете брать хорошие профессиональные картинки. Это называются видеостоки или фотостоки. Ну, а сейчас я вам покажу, как можно сделать картинку с нуля. Нажимаю «Настраиваемые размеры». Вот здесь я пишу размеры картинки, которые я хочу получить. Например, я хочу сделать картинку квадратную, например, для публикации в том же самом «Контакте» 800 на 800 в пикселях. «Создать дизайн». Мне дают чистый фон, на котором я могу творить. Опять же, так как я выбрал квадратную картинку, «Конва» мне предлагает уже готовые шаблоны под этот созданный мной размер. Но я хочу просто-напросто разместить несколько сделанных своих фотографий и сделать такой фотоколлаж. Посмотрите, как это можно просто сделать. Есть в «Конве» такое действие, которое называется «Элементы». И что мне нужно? Я хочу, например, сделать фотоколлаж трех фотографий или, например, четырех фотографий и разместить их красиво. Беру вот такую вот сеточку, опять же, перетаскиваю к себе. Вот у меня получилась сетка для моих будущих фотографий. Возвращаюсь в загрузки, в которую я загрузил через кнопку «Загрузить» все нужные мне фотографии. И теперь я эти фотографии буду размещать вот в эту вот сеточку. Выбираю первый квадратик, куда я хочу разместить. Беру первую фотку и тащу ее сюда. Выбираю следующий квадратик, беру очередную фотку и тащу ее сюда. Выбираю последний квадратик и размещаю сюда вот... и размещаю сюда вот такое фото. Вот я сделал то, что называется «Коллаж». Причем этих сеток, тут колоссальное количество, любую из них вы можете использовать для того, чтобы как-то более интересно размещать свои фотографии. Заметьте, что на создание всех этих дизайнов я потратил очень мало времени. Причем большее времени тратится именно на выбор шаблона, либо на продумывание того, что вы хотите получить. Поэтому прежде, чем садиться за компьютер, вначале подумайте, что же вы хотите получить. То есть представьте будущее свое изображение у себя в голове. Нажимаю «Публиковать», выбираю «Скачать». Скачиваю картинку опять же себе на компьютер. Вот еще одна картинка скачалась. По сервису «Конвай» есть колоссальное количество обучающих уроков на YouTube. Но, опять же, совет. Не хватайтесь сразу за все. Освойте вот эти вот простые действия, которые я вам рассказал. Научитесь делать простые картинки. И если вам это очень понравится, продолжайте изучать сервис уже самостоятельно. Потому что любая программа, особенно программа, которая имеет творческий потенциал, а программа «Конва» именно такая программа, ее можно изучать достаточно долго. Плюс сейчас «Конва» стала работать и с видео, создавать движущееся изображение. Вариантов тут очень много. Если вы творческий человек, то этот сервис вам должен однозначно понравиться и принести вам много приятных и незабываемых минут. Благодарю вас, что досмотрели ролик до конца. Если будет что-то непонятно, будут какие-то вопросы, пишите. В следующем уроке я расскажу, что нужно делать еще с фотографией, если вы хотите получить от нее максимальный эффект.